Ретро-компьютеры Аппарат Commodore 64 Один из первых, можно сказать, игровых компьютеров Commodore 64 – домашний компьютер с 64-мя килобайтами оперативной памяти Был популярен в 80-х годах Выпущен на рынок компании Commodore International в августе 1982 года За все время выпуска Commodore 64 было продано более 17 миллионов компьютеров Согласно книге рекордов Гиннеса, он до сих пор остается лидером продаж среди моделей компьютеров Программа обеспечения была очень приспособлена именно для разработки компьютерных игр Современная клавиатура родилась благодаря печатной машинке Вся буквенная часть та же самая Латинские буквы подогнаны под русскую раскладку Добавились функциональные клавиши Чаще всего их было четыре Также клавиши ВК – возврат каретки на печатных машинках Соответствует клавиша Enter А R – это Escape ОС – клавиша Control Клавиша L – смена языка Так как на ретро-компьютерах графика рисовалась попиксельно На нижнем регистре цифровых клавиш могли быть цвета Иногда встречались и валюты Ну вот я сам художник Я рисую на ретро-компьютере уже с 93-го года То есть для меня само творчество Оно не имеет платформы, не имеет образа компьютера То есть я считаю, что человек, который умеет рисовать Он может рисовать и водой на асфальте И это будет красиво, интересно, ново В выставке также участвовали гости из Москвы и Украины Посетители приходили в основном для того, чтобы познакомиться с историей компьютеров И вспомнить о детстве С детства еще играли Мой первый компьютер Spectrum был И с этих времен появилась ностальгия по старым компьютерам И дома еще свой Spectrum есть ZX Spectrum был представлен в апреле 1982 года в двух вариантах С 16 и 48 килобайтами оперативной памяти В начале 80-х он был одним из самых популярных компьютеров в Европе А его многочисленные клоны получили широкую известность на территории СССР и СНГ За первые 17 месяцев было продано более миллиона этих машин Основным соперником ZX Spectrum на европейском рынке был Commodore 64 Не мог пройти такую замечательную тему выставки Я пришел сюда вообще посмотреть на такие древние компьютеры И очень интересно посмотреть так, с чего это начиналось Со взгляда старины это может показаться интересно Марио танчики, это были самые классные игры Я помню, зависали мы там 3-4 часа дома И выиграли самые приятные игрушки И были просто счастливы на тот момент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok